Что приготовил новый день вместе с коллегами расскажу я, Дарья Жилина. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Обращения северян в колл-центр принимаются ежеминутно, поэтому работа номера 122 совершенствуется. Узнаем, как именно. Прошлый год для Архангельской области стал самым удачным по воду жилья. Побит рекорд 35-летней давности. Сегодня день российского студенчества. Увидим, как его отмечают в архангельских вузах. Ковидная статистика растет, но госпитализации при этом меньше, чем в прошлые пиковые периоды. Болезнь переносится в относительно легкой форме. Об этом говорят в областном Минздраве и отмечают. Обращения северян в колл-центр принимаются ежеминутно, поэтому работа единого номера 122 совершенствуется. А как именно, проверил губернатор. Единый номер 122 начал работу в регионе еще в ноябре 2020-го. В прошлый сезон функционировал в штатном режиме. Спектр вопросов от северян более чем обширен. На прием ковчин, например, плановый вызов в чинадом. Частое обращение. Ранее были частые обращения, которые касались записи на вакцинацию. И также были вопросы, которые касались именно жалобы или каких-то вопросов по работе учреждений. Из-за роста обращений функционал пришлось корректировать. Дополнительные рабочие места для операторов открыли в учебном классе. Привлекли к работе на линии волонтеров и студентов-медиков. Также было установлено новое программное обеспечение, которое соединило в систему колл-центры, расположенные в разных частях города. При этом часть вопросов можно решить без обращения в поликлинику. Помогают консультанты с медицинским образованием. Делали такую карту, чтобы был проще оператора. Например, звонит человек, он находится, например, в районной факторе в районе и не знает, в каком учреждении он прикреплен. Он называется в адрес, оператор убивает адрес и видит, какие ближайшие учреждения. И можно сразу же сможет читать. Какой оператор поймет, в какой из этих четырех записать? Он выбирает, и там написано, про каждого написано, что здесь находится. Задача, которую поставил губернатор, обеспечить бесперебойное функционирование службы 122 и в течение года перевести работу системы на базу Минздрава области. Мы, в целом, по всем показателям находимся в зеленой зоне, пусть отмечаемся как положительное. Единственное, вот ожидание звонка больше пяти минут, поэтому с этим надо поработать. Тем более, что у нас в качестве операторов, очевидно, достаточно, чтобы обрабатывать быстрые звонки. По данным Министерства связи и информационных технологий региона, с 21 января в сутки на линии работают полсотни сотрудников. На случай повышения пиковой нагрузки предусмотрен выход дополнительно 15 волонтеров в смену. Артемий Заварзин, Мария Даник, Александр Кузнецов, Евгений Языков. Регион 29. Побит рекорд 35-летней давности. 2021 год для Архангельской области стал самым удачным по воду жилья. Это 415 тысяч квадратных метров. Удалось и на 100% выполнить план по адресной программе переселения. Подробности у Лидии Папуш. 415 тысяч квадратных метров жилья – столько введено в строй в 2021 году. И без того весомое число примечательно еще и тем, что в последний раз такой показатель достигался лишь в 1986 году с учетом всех возведенных многоквартирных и индивидуальных домов. Возможно, небольшие корректировки этой цифры, но они будут в сторону увеличения. Возможно, мы прогнозируем, что ввод официально состоит 420-425 тысяч метров жилья. По адресной региональной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы, которая стала частью нацпроекта «Жилье и городская среда», в прошлом году в Архангельской области построили 15 домов. Это 37 тысяч квадратных метров и 100% от плана. При этом на 2022-й перед профильными ведомствами стоят масштабные задачи по выкупу у собственников жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года, строительству многоквартирных домов для нанимателей, также для переселения северян из аварийек. На 2022-й год у вас объем задач стоит колоссальный, вы действительно большие берете на себя обязательства, поднимаете планку, поэтому надеюсь, что до конца 2022-го года удастся все сделать. При этом фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявки Архангельской области на 11 миллиардов рублей. Это обеспечило полное финансирование оставшихся этапов программы переселения. В декабре уже начались конкурсные процедуры по определению подрядчиков. Лидия Папыш, Артемий Заварзин, Регион 29. Сегодня день российского студенчества. Официально мы отмечаем его с 2005-го. Хотя история праздника уходит корнями в 1755-й год. Тогда по указу императрицы Елизаветы Петровны был чережден Московский университет, первый в УЗ стране. Сегодня их более 700, а армия студентов разрослась на несколько миллионов. Сейчас у ребят горячая пора, сессия. Но некоторых из них нам все же удалось ненадолго оторвать от учебников. Более 7 миллионов человек в нашей стране обладают характерным прикусом, ведь они усердно стачивают свои зубы о гранит науки. В САФУ таких грызунов почти 20 тысяч. И, конечно, они не только учатся. Ребята занимаются спортом, участвуют в развлекательных и познавательных мероприятиях, работают и волонтерят. Проникнуть в закрома студенческой жизни нам помогут сами обучающиеся. Юные сотрудники интернет-издания «Вышка Тудей». Мы находимся в 11-м общежитии САФУ, и сейчас мы расспросим нашу героиню Алину о том, чем студенты занимаются в свободное от учебы время. Я уже на четвертом курсе, и поэтому я работаю. Я занимаюсь бровями. Я состою в соцсовете общежитий, организую мероприятия для студентов, проживающих в общежитиях. И все. А это правда, что студенты живут на одной лапше? Нет, это абсолютная ложь. Мы питаемся здоровой пищей, и можем пройти на кухню, я сейчас покажу. Супер, пойдем. На самом деле мы готовим и супы, и вторые блюда, и сейчас я вам покажу очень простой рецепт. А если серьезно, нет времени готовить, поэтому, да, едим лапшу. По крайней мере, свои мозги студенты точно кормят отборными знаниями. На дворе январь, а значит, экзамены. О том, как готовятся студенты, и что они чувствуют во время сессии, мы узнаем... Я же интервью беру. О том, как студенты готовятся, и что они чувствуют во время сессии, мы узнаем в Музее занимательных наук САФУ. Между сессиями у меня работала только одна извилина, а во время сессии приходится напрягаться. Скажи, а перед экзаменом студенты по-прежнему кричат в форточку «Халява, приди!» Ну, это уже какой-то каменный век, у нас для этого есть специальный агрегат. Халява, приди! Что ж, пожелаем веселым и находчивым отметить День студента пятеркой в зачетках. Не знаем, надолго ли отложатся в их памяти полученные знания, но что там точно останется навсегда, так это яркие воспоминания, возможно, о лучших годах в их жизни. Алексей Карельский, Денис Линчевский, Регион 29. Круглую дату в этом январе отметила Онежская станция метеонаблюдений. Ей исполнилось 135 лет. Как сегодня там узнают погоду и что поменялось в работе, смотрим в сюжете. Больше века назад в Онеге появилась станция гидрометеорологических наблюдений. С 1887 по 1921 год она работала с перерывами. А с апреля 1921 начались регулярные наблюдения за интенсивностью атмосферных осадков, продолжительностью солнечного сияния и загрязнением окружающей среды. Обновились гидрометеорологические приборы, вводились новые средства связи. Мы постоянно смотрим, что у нас за окном, что у нас на улице. Через три часа мы ходим на площадку, наблюдаем, заносим данные и в книжку, и в компьютер. И комплекс сам формирует телеграмму и пересылает ее в Архангельск. В Архангельский гидрометеорологический центр поступает телеграмма с данными из Онеги. И синоптики составляют прогноз погоды. У нас еще радиационные данные передаем. Это вот у нас датчик радиацию передает тоже. И он передает не только в Архангельск, но и в Москву под GPS. На Онежской станции трудятся пять человек. Работа круглосуточная. А это вот автоматизированный метеорологический комплекс. Атмосферное давление показывает. Оно у нас сейчас растет. Влажность 83%. Температура воздуха. Мы можем смотреть. Можем смотреть графически, можем смотреть цифровое значение. И хоть техника обновляется, здесь по-прежнему доверяют термометрам и барометрам. Сегодня, кроме метеорологических, станция занимается также агрометеорологическими и морскими прибрежными наблюдениями. Александр Богданович, Анатолий Евсеев, Регион 29. В Северодвинске нашли школьников, которые потушили вечный огонь. Напомним, вечером 21 января в полицию поступила информация о том, что в сквере ветеранов у памятника ратному подвигу северодвинсов погас вечный огонь. На место незамедлительно приехала следственно-оперативная группа. Как удалось установить, около 19-22 школьника в возрасте 8-10 лет бросили снег в огонь. За уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений в целях причинения ущерба историко-культурному значению таких объектов уголовным кодексом предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере до 3 миллионов рублей либо лишения свободы сроком до 3 лет. Предварительно установлено, что умысла потушить вечный огонь у школьников не было. На постановке на учет им вряд ли удастся избежать. Также за действия несовершеннолетних могут ответить и их родители. В настоящее время проверочные мероприятия продолжаются. К этому часу все. Итоги подведем в 19 ровно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова